Японская анимация Истоки использования восточного и западного религиозного синкретизма в аниме стоит искать в японской культуре. На протяжении веков Япония, будучи изначально страной, исповедующей синтоизм, ассимилировала и другие религиозные традиции. Главную особенность, позволяющую интегрировать религиозную символику Запада в аниме, можно описать девизом эпохи Мэйдзи в окон Йосай, произвольный перевод которого – это вобрать новейшие иностранные знания, но не позволить им пошатнуть основы японского образа мышления. Иными словами, для Японии исторически была характерна ассимиляция иностранных идей, религий, письменности, культуры, а также их переосмысление с учетом традиций и менталитета. К примеру, буддизм, пришедший на территорию Японии, прижился благодаря тому, что сосуществовал и переплетался с синто. А христианство долгое время отвергалось, поскольку не вписывалось в культурные традиции страны. Погрузимся в краткий исторический экскурс. Так, в 552 году на территорию Японии из Кореи пришел буддизм, а позже, в 16 веке в Японии для распространения христианства, прибыл миссионер Франциск Саверий. С момента пришествия буддизма в Японию в 6 веке верования сосуществовали, но при этом не сливались в единую религию, порождая причудливый симбиоз, который получил название Синбутсу-Сюго. Синбутсу-Сюго занял доминирующую позицию и являлся основной религиозной концепцией вплоть до начала эпохи Мэдзи. В 1868 вышел ряд законов, который отделил поклонение ками от буддизма. Объединение религий сопровождалось ассимиляцией японских божеств и включением их в буддийский пантеон. В X веке буддийские мыслители выдвинули идею, что божества являются местными временными эманациями основных субстанций Будд, которые приходят в мир ради спасения человечества. Ками почитались наравне с буддизмом, и в качестве примера можно привести почитание Хатимана и Майтреи. Например, такое почитание было в храме Тадай-Дзи в Наре. Это храм Великого Будды, в котором также расположено святилище бога Хатимана. Судьба христианства на территории Японии выдалась более суровой. Первый миссионер иезуит Франциск Саверий, прибывший на территорию страны в 1549 году в город Кагасима, окрестил первые 100 человек, а затем христианство распространилось на города Ямагути и Киото. Однако христианская идея о спасении лишь последователей учения конфликтовала с представлениями японцев, чьи предки были последователем иных традиций и по христианским верованиям должны были вечно страдать в аду. Вначале влиятельные сёганы Ода-Набунага и затем Таитоми Хидеоси видели в христианстве экономические возможности. Однако затем увидели в нём лишь угрозу, поэтому в 1587 Таитоми начал притеснение христиан. Начались массовые казни, а позднее Токугава и Ясу запретил христианство на территории страны. И этот запрет существовал вплоть до эпохи Мэйдзи и начала курса на вестернизацию. Полное снятие запрета на исповедование этой религии произошло только в 1873 году. Для современных японцев характерен синкретизм в верованиях и зачастую люди следуют традициям и ритуалам из разных религий. Например, выполняют синтоистские ритуалы, заключают браки в христианских церквях, отмечают Рождество и хоронят мёртвых согласно буддийским канонам. Все эти особенности культуры находят свое отражение в аниме. Очень часто создатели произведений обращаются к традиционным верованиям и повествуют о духах природы, божествах, буддийских монахах, экзорцистах, анмёде и задействуют легенды и притчи. Еще одна причина, по которой синкретизм религий показывается в аниме, это ориентация на целевую аудиторию. Например, отсылки к христианству чаще встречаются в произведениях, адаптированных для западной аудитории, а буддийские синтоистские элементы появляются в произведениях для японского зрителя, которым будет понятна данная символика. Однако синкретизм буддизма и синто появляется также в произведениях, ориентированных и на западного зрителя. Например, живой классик японской анимации Хаяо Мейдзаки регулярно обращается к синтоистским образом и анимизму в своих произведениях, популярных на Западе, поскольку это является отличным инструментом для популяризации японского образа мышления и культуры за пределами страны. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся религиозные и эзотерические отсылки, встречающиеся в произведениях японской анимации. Чаще всего аниме-произведения обращаются к традиционной для японцев религии – синтоизму. Отсылки к национальной религии можно увидеть во многих аниме-сериалах. Это могут быть алтари, камеры, ставленные вдоль дороги, домашние алтари для почитания умерших родственников. Также часто могут быть кадры с изображением синтоистских храмов и святилищ, в которые заходят персонажи, чтобы оставить свою просьбу для божества. Данные приемы используются чаще всего в аниме-жанрах повседневности или драмы, действия которых проходят в пределах Японии. Это показатель своеобразного культурного кода, который понятен японскому зрителю, а также тем, кто интересуется культурой и религиозностью. Среди самых популярных тем, заимствованных из синтоизма и показанных в аниме, можно выделить жриц Мико. Их можно встретить в аниме, посвященных как повседневности, так и фантастике. При этом в аниме отображаются как традиционные костюмы, так и их занятия. Причем на атрибуты и занятия Мико делается акцент. Так, например, в работе XI века записи о новом Саругаку, Фудзивары Акихир, упоминается, что Мико должны владеть четырьмя основными искусствами. Практикой гадания Уранай, священным танцем Кагура, ритуалом с Адзуса Юми, священным луком, звук тетивы которого отпугивает злых духов, а также Кутийосет, своеобразным трансом, в который впадают жрицы для общения с духами и божествами. Мико, практикующих эти четыре ритуальных действия, можно встретить в таких произведениях, как Сейлор Муны, Нуяша, Твое имя и другие. Например, в Сейлор Муна одна из персонажей этого Маха-Сёдзио произведения является внучкой настоятеля синтаистского храма и служит там жрицей Мико. Часть ее сверхъестественных способностей связана как раз с этими четырьмя действиями, которые практикуют Мико. Использование талисманов Афуда, атака в виде стрельбы из огненного лука, а также гадания на огне. Афуда используется как в синтаизме, так и в буддизме и наделены силой камень или почитаемых буддийских святых. Ритуальный танец Кагура отображается в аниме не только в контексте жриц Мико. Этот священный танец, название которого можно перевести как «Божья радость», изначально совершался для увеселения богини солнца Аматерасу и сопровождался игрой на барабанах или флейте. Прототип этого танца описан в Кадзике. Согласно легенде, его исполняла богиня рассвета Амы Ноудзуме для того, чтобы убедить Аматерасу выйти из пещеры и защитить мир от холода и тьмы. Танец практиковался шаманами, а позже жрицами Мико и служил основой многих ритуалов. Главная составляющая этого танца – камми-гакари, танец одержимости, включала элементы приветствия божества, поклонения им и стремления получить их благословение и послание. Этот танец также находит свое отражение в аниме. Например, в произведении «Клинок, рассекающий демонов» отец главного героя Танзера совершает этот ритуальный танец, называемый танцем бога огня, который состоит из определенных поз. В руке у него ветка дерева, и она выступает в роли магического предмета, в котором обитают камни. Известно, что Уудзуме исполняла танец с веткой сакаки. В синтаизме это священное дерево, которое во время танца напитывалось магическими силами. В аниме отображено и это. В руках у главного героя мы видим своеобразный посох, в который попадает дух божества. Кстати, в том же аниме нередко фигурирует и глициния – дерево священное для многих японцев. Глицинию нередко высаживали неподалеку от синтаистских святилищ, поскольку считалось, что она защищает от злых духов. В клинке, рассекающем демонов, сок глициния ядовит для них, и поэтому его экстракт используется для борьбы с демонами. Еще одна излюбленная тема, которую зачастую демонстрируют в аниме – это духи и юкаи. Важно отметить, что для синта характерно отсутствие четкого разделения между человеком и божеством, и граница между духом и человеком зачастую стирается. Это находит свое отражение в аниме-жанре сёзио – романтических произведений, преимущественно для девушек. В таких аниме главная героиня нередко вступает в романтические отношения с юкаем. Показательными примерами можно назвать аниме «Очень приятно бог» и «Лес, где мерцают светлячки», в которых героини тесно контактируют с духами. Общий сюжет этих произведений схож и крутится вокруг взаимоотношений главной героини и юкая. В произведении «Очень приятно бог» романтическим партнером героини на нами становится юкай Лис Томая, являющийся хранителем синтаистского храма. В лесу, где мерцают светлячки, героиня, будучи маленькой девочкой, теряется в лесу, и на помощь ей приходит юкай. В обоих случаях юкая антропоморфны, и героини не чувствуют их отличность от себя, а границы между сверхъестественным и земным стираются. Духи фигурируют и в произведениях Мейдзаки. Например, в «Внесенных призраками» главная героиня Тихиро попадает на остров, населенный Юкаеми, где расположен своеобразный дом и веселений для духов. Ее родители, поддавшись страстям, теряют человеческий облик и обращаются в свиней. Она же сохраняет человеческий вид и вынуждена выживать в новом для себя мире и искать способ спасти родителей. Помимо очевидных изображений камень, например, духа рек, мы видим и более глубокие отсылки, например, к буддизму. Поскольку, попадая в духовный нематериальный мир, существа приобретают истинную форму, отображающую их уровень сознания. Родители поддаются животной страсти, ведут себя по-свински, поэтому обращаются в свиней. Таким образом, превращение служит отражением их уровня сознания. Важно также то, что Тихиро должна найти занятие в мире духов. Таким образом, она как бы отрабатывает негативную карму родителей и искупает их ошибки. Кстати, этот же образ отработки кармы мы встретим и в аниме «Альянс серокрылов», где героини обязаны трудиться во благо общества и при этом не получать деньги за свою работу. Однако, помимо творчества Мейдзаки, упоминаний духов природы можно встретить и в других произведениях. Например, в аниме-адаптации манги «Мастер Муси» сюжет вращается вокруг странника, обладающего способностью видеть низших природных духов Муси, которые могут быть как нейтральны, так и опасны для людей. При путешествии герои встречают разных персонажей, столкнувшихся со сверхъестественным, и помогают им. Еще один излюбленный образ – это шаманы-экзорцисты Анмёдзи. Чаще всего они появляются в приключенческих произведениях жанра сёна, участвуют в поединках с духами или друг с другом и используют сверхъестественные силы. Зачастую сюжет произведений вращается вокруг изгнания или запечатывания вредоносных духов. Анмёди в этом случае прибегают к использованию талисманов Афуда, чтению Сутер или Заклинаний. Но есть и более детальные отсылки к шаманам. Например, в произведении «Шаман Кинг» упоминается бабушка главного героя, слепая шаманка Итака, которая содержит храм на горе Осаре. Итака – это слепые шаманки, которые работали вне храмов. Они были распространены в северо-восточной части Японии, в префектурах Аамори и Вата-Имьяги. И больше всего известно своим общением с мертвыми на горе Осаре в префектуре Аамори. Эта гора, буквально переводящаяся с японского как «гора страха», считается обителью мертвых. На ней находится храм, и ежегодно в конце июля проводится обряд, согласно которому эти шаманки поднимаются на вершину и входят в своеобразное состояние транса. Считается, что в их тело попадает дух умершего, и он может, используя их тело, общаться с живыми. Очень часто в аниме, демонстрирующем элементы синтаизма, прослеживаются отсылки к буддизму. Как заявил в интервью журналу «Аниме-магазин» представитель студии «Мэдхаус», подаривший миру парад смерти, идеи буддизма уже давно знакомы западному зрителю и циркулируют в обществе постоянно. Ему нет нужды объяснять, что такое карма, сансара и реинкарнация. Рассмотрим несколько примеров, репрезентирующих буддизм в аниме. Чаще всего фигурируют идеи кармы, перерождения и освобождения от страстей. Например, мы можем встретить их в сюжете уже упомянутого аниме «Парад смерти», в котором история повествует о некоем загробном мире, напоминающем бар, который можно проассоциировать с чистилищем, в котором определяется дальнейшая судьба умерших. Осознают ли они свой проступок и отправляются дальше на перерождение или попадают на своеобразную свалку, из которой нет возврата. Еще один яркий пример произведения – «Альянс серокрылых», в которой красной линией проходит идея перерождения, освобождения от совершенных грехов через прощение и возрождение в новой ипостаси. Примечательно, как в «Альянсе серокрылых» буддизм перекликается с христианской символикой, репрезентацией монашеского образа жизни, членов общины, их ангельские крылья и нимбы. Если первые два примера направлены на глубокие философские размышления, то в аниме «Инуяша» демонстрация буддизма и синтаизма выступает как часть приключенческого повествования. В «Инуяше» сюжет рассказывает о девочке, которая попадает в эпоху Сынгоку и путешествует с полудемоном-получеловеком. В аниме ключевую роль играют демоны и полудемоны, странствующий монах и жрица Мика. Еще минутка. Ага, так, приближаюсь к финалу. Также интересно произведение сказания о принцессе Кагуэ, в котором буддистские идеи перекликаются с фольклором. И сказание о старике Атакаторе переосмысливается на буддийский манер. Так, раз время заканчивается, мы немного ускоримся. Восприятие и интерпретация религиозного символизма в аниме зачастую зависит от культурных особенностей среды, в которой вырос зритель, а также его осведомленности в религиозных символах и сюжетах. Например, в аниме «Neon Genesis Evangelion» используются христианские символы, такие как кресты, ангелы и сцены распятия. Для японского зрителя эти символы могут восприниматься как экзотические элементы, добавляющие глубину и таинственность, а западный зритель, имеющий христианский бэкграунд, может увидеть в них религиозный смысл и искать скрытые богословские и философские сообщения. В произведениях студии Гибли присутствуют элементы буддизма и синтаизма, такие как духи, обряды очищения и храмы. Японские зрители, знакомые с этими традициями, воспринимают их как часть своей культуры. Западная же аудитория, в меньшей степени знакомая с культурным контекстом, может интерпретировать их как мистические, не понимая их подлинного значения. И тем не менее, религиозные символы в аниме порождают множество смыслов и делают произведение более глубоким и многослойным. Благодаря этой многослойности аниме становится интересна аудитория разных возрастов и культурного бэкграунда. Итого, подведем итоги и обозначим, почему религиозный и эзотерический синкретизм в аниме в принципе существует. Для Японии характерна смесь буддизма и синтаизма, и в аниме показывается культурная составляющая страны. Поэтому мы можем наблюдать и синкретизм религий, чаще всего смешиваются буддизм и синта, а также встречаем элементы христианства, кабалы и других традиций. Также аниме выступает в роли мягкой силы Японии, поэтому демонстрация культурных особенностей служит для популяризации японской культуры за рубежом. Не всегда отсылки к религиозным традициям несут своей целью продвижениями на религиозных идей зачастую они могут выступать как внешние атрибуты, призванные сделать произведение более загадочным и глубоким. Однако в ряде случаев понимание религиозных отсылок играет ключевую роль в верной интерпретации идей и смыслов. И, наконец, аниме – это зеркало японской культуры, в котором регулярно задействуется культурный код, образ жизни, традиции. Отсюда появляются религиозные образы и символы, привычные и понятные для японцев. На этом мой доклад подошел к концу. Благодарю за возможность высказаться и буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Джесси Райт, за замечательный доклад. Пожалуйста, вопросы. Да, вот девушка. Спасибо за вопрос. Что делать в случае неэкспринзивного выражения западных религиозных идей? Я вас вспоминаю, я вас вспоминаю, когда наиболее яркие случаи, когда наиболее все происходит в банке, где прямо в православии, еще может быть аниме в Бетоксе, где наиболее все элементы на существу. извините можно еще раз вкратце повторить вопрос поскольку не очень хорошо слышно буквально в словах спасибо за вопрос если я правильно поняла вас интересует каким зачем вообще в принципе христианские идеи встречаются в аниме верно к сожалению с конкретно этим произведением незнакомо приведу в качестве примера евангелион поскольку это как раз пример того что религиозный символизм выступает не только как декорации для привлечения внимания для привлечения аудитории но и использует идеи библейские идеи апокалипсиса для того чтобы являться сюжета образующим элементом произведения и с помощью символизма с помощью образов создатели евангелиона пытались пересказать евангелие на новый ряд переосмыслить его в контексте футуристического будущего но там не только христианские отсылки там еще фигурирует каббала идея о разбиении сосудов и воссоздание целостности это каббалистическая идея которая в евангелионе понимается буквально и герой произведения антагонист он стремится к комплементации человечеству по аниме это процесс в котором все сознания людей будут снова слитого единой таким образом снова будет воссоздана утраченная целостность то есть я пытаюсь сказать что христианские отсылки и любые другие отсылки могут быть не только как декорации но и они являются важными для понимания сюжета то есть если допустим автор пытался продемонстрировать какую-то идею для которой было необходимо задействовать вот такой вот глубокий религиозный символизм он прибегает к этому в своем произведении разница наверное заключается в том что японцы способны более глубоко передать именно свои исконные традиции именно свой взгляд на религию на буддизм на синтаизм в то время как христианство не всегда трактуется так как мы привыкли к тому на западе в большинстве случаев например в аниме используется символика креста причем этот крест довольно стилизован и японские авторы стараются отойти вот каких-то вот традиционных привычных нам изображений креста и используют его для того чтобы показать например принадлежность персонажа к западной культуре или его какую-то религиозную принадлежность в ряде случаев например крест ассоциируется с какими-то положительными персонажами которые находятся на стороне добра то есть для японцев более характерно более глубокая демонстрация именно буддиско синтаистских образов поэтому когда сливается и то и другое христианство но может больше как фон выступать в то время как буддистские идеи и синтаизм они выступают как смысловое ядро пожалуй я с вами соглашусь потому что безусловно так и то что христианство исторически на территории страны приживалось не очень хорошо и сопровождалось рядом гонений как я упоминала в начале в историческом экспорте поэтому она гораздо менее популярна чем вот буддистские и синтаистские воззрения и поэтому да действительно возможно представление каких-то христианских догматах несколько поверхностно спасибо большое за доклад я бы хотел спросить отражены ли в произведениях вот аниме мультирепликации такие специфические скажем направления буддизма в японии как сингон я полагаю что мне не известны произведения которые бы фокусировались исключительно на этих узких узко специализированных течениях то есть если допустим какие-то буддистские идеи представляются они представляются в более широком ключе но насчет ходячего замка это же экране экранизация произведений диагностики и экранизация произведения диагностики и еще имеется допустим ходячий замок который как бы находится вроде абсолютно европейской культурной парадигме но по вашему там есть какие-то элементы все таки такого японского прочтения каких-то фактов мы по крайней мере с друзьями не нашли куда смотреть но насчет ходячего замка это же экране экранизация произведения диана джонс поэтому я полагаю что у митзаки были несколько связаны руки в возможностях вставлять туда какие-то вот религиозные отсылки поэтому скорее скорее это в какой-то очень минимальной степени представлено спасибо большое давайте поблагодарим спасибо 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 спасибо